За круглым столом встретились практически все стороны конфликта. Представители мэрии, депутаты, эксперты, активные жители и СМИ. На повестке дня снос тополей по проспекту генерала Тюленева, 29. Деревья вырубили, хотя районный суд Ленинского района удовлетворил иск жителей и запретил вырубать тополя до прений. Депутат городской думы Денис Седов взял на себя функцию юриста и обозначил нормы действующего законодательства в сфере охраны зелёных насаждений. Зелёные насаждения должны рассматриваться в двойном аспекте. Это зелёные насаждения как объект, подлежащий охране, это первое, и зелёные насаждения как место обитания объектов животного мира. У нас есть соответствующее законодательство, это 7-й федеральный закон от 10 января 2002 года об охране окружающей среды. Однако представители администрации отметили, что в своей работе опираются на 153-й приказ госстроя от 1999 года по созданию, содержанию и охране зелёных насаждений в городах России. Согласно этому документу, все действия по вырубке правомерны. Напомним, основная причина сруба – инженерной коммуникации под землёй. Корни тополей якобы разрушают их. То, что было посажено, это не говорит, что было посажено правильно. И такие примеры у нас в новом городе уже мы сталкивались неоднократно. Вообще в городе очень много таких примеров, где нарушены санитарные нормы выставки землёных насаждений. Мэрия продолжает. Срубали деревья уже без грачей. В гнёздах, которые располагались на трёх деревьев, тоже никого не было. Убедились в этом за счёт фото- и видеофиксации. Сейчас есть обращение в Ленинский районный суд. Поэтому с точки зрения закона мы в ближайшее время, я думаю, уже получим решение, которое рассудит нас, были мы правы или были мы неправы. На будущее я соглашусь, что требует, наверное, более детального внимания, изучения. Может быть, мы действительно будем пользоваться услугами каких-то специалистов в этой области. Специалисты, в свою очередь, заявляют, проблема тополей на Тюленево гораздо шире. Многие работы, касающиеся благоустройства в регионе, не учитывают положение флоры и фауны. И, конечно же, при проведении тех или иных работ, в том числе и там, то есть нужно учитывать, конечно, механизмы и документы, связанные именно с федеральным и региональным законодательством данной области. И, прежде всего, конечно, нужно учитывать те или иные моменты, связанные с... Если производится та или иная обрезка или производится то или иное участие, то это должно быть с системой исчисления вреда, да, то есть нанесённых объект на животное мир. Первые слушания в суде по тополиным делам назначены на 20 июля. В свою очередь, мэрия не исключает, что тополя могут вырубить по всему проспекту, если это потребуется. Взамен обещают высадить новые, с местом пока определяются. Не исключают городские чиновники и того, что на месте срубленных девяти деревьев появится новая парковка. Рината Леулова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.